Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды Так, забираем свои ежедневные награды, Лига Мастеров 2 звезды Так, интересно, меня не сбросили? Давай-ка глянем Блин, Лига Мастеров 1 звезда, ранг 6 все-таки скинули, а? Ну ты посмотри на них Не успел подняться, меня опять сбросили Так, хорошо, значит нам нужно с тобой поднять уровень персонажа и сразиться в боях Окей, начнем наверное с боев и будем дальше прокачивать Джастина Именно его навыки, и в данный момент нам осталось прокачать первобытный бульон Так, единорога мы нашли, да, статуэточки, значит нам нужно 8 комиксов, 8 очков и 12 знаков Давай, наверное, попробуем с очков Понятно, мимо как всегда По-моему с очками мы будем с тобой в пролете, как муха в самолете Мне почему-то кажется так, вот, черные очки Первые, вторые Так, смотрим, ребята, задание Как только выполнено, все, сразу прекращаем, потому что Телепортов у меня не так много Будем экономить Так, еще пока есть резерв Все Задание выполнено Так, сколько нам еще нужно найти? Четверо черных очков Так, понятно Давай-ка забирать с тобой награду И поднять уровень персонажа Так, сколько у нас с тобой мутагена, чтобы... 21,5 тысячи, да, мутагена Кстати, я армагона прокачал, ребят, до 90 уровня И вот теперь я думаю, что, наверное... Давай Шреддеру поднимем один левел Да? Пускай будет 65 Чтобы кругленько было Так, забираем награды, ребята И бежим сразу же с вами На арену Так, по предметам у нас все норм Так, 85 монет Покупаем сразу же ДНК на Микеланджело Космос По жетонам Ну, тут все без изменений абсолютно Кстати, подожди-ка, у нас с тобой колода, да? Давай-ка откроем ее Тайна колода Ну и что же ты нам тут тайного дашь? Да ничего абсолютно Все это у нас с тобой есть Ну что, турнир? Так, турнир Поехали Так, давай-ка определимся с тобой Наверное, возьмем Младена Ну что же Лео Один, наверное, не справится Поэтому давай в помощь возьмем ему Зека И будем с тобой отыгрывать, наверное, 50-е пока уровни Раз, два, три Слушай, я надеюсь Надеюсь, ребят, на то, что у нас все-таки хватит с тобой запала Именно справиться с двумя топовыми персонажами То есть это Зек и именно Леонардо И будем надеяться, что инициативу у меня не перебьют А иначе будет больно Ну, Лео, сейчас все от тебя зависит Вот, 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 вот Этого я, ребята, и боятся Но, слава богу Выжил у меня, да, все-таки Персонаж Ну-ка, Донни Ты как, сможешь его пробить? Будь добра Не шиша Зек, а ты? А у Зека все отлично получилось Ну что, друзья мои Тогда мы с вами двигаемся дальше И, конечно же, переходим в Лигу Мастеров Две Звезды Сегодня у нас суббота Остается совсем мало времени для того, чтобы Закончить эту неделю Так что сегодня надо как-то по максимуму прогнуться Я не знаю, ребят Выйдет у нас это или нет Так, кстати, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Вот так вот 31 откат Окей, я думаю, что этого будет достаточно Для того, чтобы перейти В Лигу Мастеров Две Звезды Может быть, даже и в топчик зайти Посмотрим Так, значит, с тобой возьмем мы Виа Также откат по Леонардо Плюс вместе с Лео пойдет у меня Джастин Подожди-ка, что тут Донни делает? Я его вроде бы как не брал Раз, два, три Вот здесь, ребята, если оплошает Джастин То все Головоплечь у кого-то слетит Это однозначно Так, Лео делает вертушку Да ну, блин, по-моему, крышка, ребята Ать-тя-тя-тя-тя Сразу двоих Вот это мы обделались Вот это мы обделались А знаешь почему? Потому что это Майки А у него всегда инициатива большая И все Он просто начал вторым ход И, соответственно, уничтожил мне двоих персонажей Вот тебе и весь показон Ладно, не будем переживать Мы будем с тобой бороться с этим Беспределом 93-я позиция Да Ну что же Двигаемся дальше с тобой И у нас Давай возьмем, наверное Джастона Так, Лео, ты уж извини Но придется тебя взять Еще раз убеждаюсь в том Что, друзья мои Мало того, что Джастин слабак Так у него еще инициатива Очень-очень слабая Его не стоит брать вообще Ну, практически ни с кем Пока он, наверное, не будет сотым уровнем Хотя кто-то мне писал Зря ты, Рэй, его ругаешь Джастин великолепен Да где же он великолепен? Ребят, я не вижу Инициатива слабая Удары слабые В чем прелесть у него? Без понятия Пока никаких плюсов я в нем не вижу Да, у него есть массовые атаки Даже железноголовый И то будет круче В разы Как по мне Ладно Посмотрим, как он дальше себя проявит Может быть, действительно Пока потенциал его не раскрыт Я Слишком рано взялся его судить Ладно, 84-я позиция Ребят Не раскисаем Так, здесь мы возьмем с тобой, наверное, Евгения Значит, Женька Так, и возьму я с ним, наверное, вместе Донателло Ну, у Донателло Насколько мы помним Убед тоже инициатива Не особо хорошая Он будет, наверное Где-то вторым или третьим Даже ходить Единственное, что может Помочь нам Это уровень его Давай посмотрим Не забывай, что у врага Тоже там есть хорошие противнички. О, начинается. Так. Мы успеем с тобой сходить до Нотелла? Понятное дело, нет. Ну все, это как она. Хан, ты сможешь его бомбануть? Попробуй. Фигушки там. Вот и все, ребята, вот и посыпались. А, да что ж такое-то, а? Еще сейчас кого-то минусанут, наверное, да? Нет? А могли бы. Да, неожиданно для меня. Если честно, не думал я, что вот так вот все получится. Но риск есть риск. Обидно, что я, конечно, откат трачу, да? И в результате ничего хорошего не получаю. 78-я позиция. Это самое долгое продвижение, которое я только помню у нас. Ну что ж, давай возьмем тогда Серегу. Возьмем Серегу. Лео. Я возьму с собой Армагона. Ну и с этими двумя. Армагон и Леонардо, конечно, не порвут любого. Это то же самое, что взять Леонардо и Усаги. Почему у Армагона довольно неплохая инициатива? Он, по-моему, сразу будет после Леонардо ходить. Да, и, соответственно, всех разнесет в Хламид. Уж в нем-то я уверен на 100%. Я тебе не скажу, что он крепкий именно по защите, но по атаке. Я думаю, что один из топовых персонажей. Он где-то второй, наверное, идет после Усаги. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. И у нас с тобой 69-е место. 69-е место, да? Значит, давай попробуем с тобой обновить и попробовать найти 16 или 17. 24. Будет такая радость у нас, нет? И будет, я уже вижу, это Энсон. Вот этого Майки нужно, ребята, остерегаться. Поэтому я беру Усаги вместе с Лео. И вместе с ним мы отыграем вот этих персонажей. Майки. Слушай, а у него, по-моему, инициатива хорошая. Он будет сразу после Усаги ходить. Скорее всего так. Сейчас проверим. Или же Усаги его просто сейчас накажет. Если он кританет, то все будет крутенько. Ага, нормуль. И, слушай, а Баксер Стокман? Все, его постепенный урон забрал с собой. Замечательно. То есть, здесь мы с тобой никого не потеряли и все отлично отыграли. То есть, я тебе скажу следующее. Нам с тобой придется вынуждено брать двоих персонажей по откату. Это именно Усаги и это именно Леонардо. Потому что больше здесь никто не справится. С дальнейшими врагами. Но просто никто. А мы с тобой сможем отыгрывать довольно слабых персонажей. Таких как 40-е, 45-е, 48-е и 43-е. Вплоть до 40-ого урона. Можно даже брать и ниже. Но там уже есть огромный риск. Если кто-то успеет прорваться и сделать массовую атаку, эти ребята у нас полягут. Так, ну что, делаем вертушку. Я думаю, что здесь все и так всем ясно. Баксер Стокман не упал, но у него постепенный урон. И он его, естественно, убивает. Так что идеальная победа. И мы с тобой двигаемся дальше. Приходится, да, тратить два отката, ребят. Но другого варианта я не вижу. Можно еще фейлиться. Тратить тот же самый откат и фейлиться. Зачем нам это нужно, если я потрачу два отката и пройду идеально. Так, ну что. Владимир у нас тут, да? Владимир, ладно. Давай-ка сделаем вот так. Ага. И раз, два, три. Слушай, я что-то немножко, конечно, осомневаюсь, что мы зайдем с тобой в топчик сегодня. Скорее всего, вряд ли. Ну, там останется немножко. Буквально завтра можно будет доиграть, доделать. Просто я к чему сегодня все это, ребята, делаю? Я не стал еще проходить испытания. А испытания ты сам знаешь у нас какое-то. На Шередера, по-моему. А он мне нужен. И считай, я, грубо говоря, пятницу уже профукал. Ну, потому что я работал, я не мог проходить. Точнее, я мог пройти. Но это уже было бы за кадром. А я хотел на видосике это снять, ребят. Поэтому один день я как бы минусо-ноу. То есть, соответственно, минус один день фарма. Что тоже не есть хорошо. Ну и фармить, если честно, особо нечего. У меня нету телепортов. У нас же откаты, как тебе сказать, фарм очень дорого стоит, да? По четыре телепорта за одну попытку. А где-то их еще больше. Ну, а у меня их нету. А покупать их за доллары как бы тоже неохота, потому что нужны мне откаты на арене. Потому что на арене, ты сам знаешь, прекрасный будет у нас приз в конце этой недели. И я как бы его хочу получить. Ну что же, пока все у нас с тобой здесь идеально идет. Мы с тобой легко продвигаемся дальше. Так, ну что, 31-я позиция. Я думаю, еще где-то боя три. Это максимум, что нам нужно будет сделать. Только надо 17-24. Вот. Фредерик. Откаты просто на глазах, друзья мои, тают. Просто на глазах. То есть уже остается там совсем мало, да? Было 30 с лишним. Осталось меньше 20. Так, ну что, давай. Усаги, наяривай. Так, хорошо. Постепенный урон почти. Тихо, тихо, тихо. Вот видишь, что делает? Ты видишь, что он делает от Микеланджело? Со своим сетем. Чуть мундаге ко мне не ушатал. Это благо, что у него уровень. Не такой слабенький, да? Не какой-то там сороковой. А так бы его уложили бы. И опять же, попытка была бы просто провалена. Ну что, дадите мне 20-е место. 24-е. Плохо. Давай 17-24. Что происходит? Не дают. 17-24. Вот. Так, это у нас Кэп. Погнали. Давайте-ка этих ребят откатим. И возьмем вот этих вот. В принципе, никого у него нет с высокой инициативой, да? Ни одного Микеланджело нету. Поэтому можно спокойненько их бомбить. Давай. Наеливай. Так, замечательно. Я надеюсь, Донателло упадет у нас. Постепенный урон убрал одного. И Донни тоже должен погибнуть, по идее, от постепенки. Все. Но опять же, я тебе скажу, риск и был. Если бы сейчас не было этого постепенного урона, он бы мог ушатать того же самого Кирби. Да и мухой бы он, наверное, не побрезал бы. Так, ну что, тринадцатое местечко у нас с тобой. То есть, еще, наверное, все-таки Боя 2 придется. Дживс. Ну ладно, давай возьмем Дживса. Но тут рисковать не буду. Я уже возьму здесь Майки. Ну и вот этих вот двоих. Ваньку плюс Рафаэля оригинала. Ну что. Уклоняшку. Ну давай поставим уклонение. Фиг с ним. Мало ли, вдруг поможет. Спасет кого-нибудь, да? Так, теперь делаем вертушку. Сейчас мы посмотрим, кого тут заденет. Но в принципе, в принципе, да. Всех мы с тобой завалим. И все у нас отлично получилось. То есть, двигаемся дальше. Нет. В топ мы сегодня не зайдем. Но никак не получается. Слишком медленно мы двигаемся. Видишь, даже в Мастер 3 звезды еще не попали. Блин, и откаты у меня кончаются. Ё-моё. Так, давай 17-24. Ну хватит уже ломаться. Че ты мне постоянно даешь 17-23? Объясни мне, а? Игра. Так, Густаво. Хоть тут и Майки есть ролевой. Но я думаю, что все-таки он, ребят, не выживет после моей комбо-атаки. И надеюсь, что Усаги все-таки повесит постепенный урон. Желательно на всех. И желательно бы, чтобы Хан упал здесь. Как можно быстрее. Ну-ка. Угу. Ну, Хану, в принципе, Хана. Да и этим ребятам тоже крышка приснилась. Все, ребят. Замечательно. Ну вот. Теперь мы с тобой спокойненько переходим в лигу 3 звезды. В Мастер, да? А у меня с тобой будет где-то 93-е. 95-е даже. Вот как. Ну что же. Давай возьмем, наверное, с тобой Габриэля. Так, остается 10 откатов. Это максимально 5 боев. Раз, два, три. Раз, два, три. А у меня придется отыграть всего лишь 3 боя. Мне бы хотя бы до 50-го места дойти и все. Больше мне ничего не надо. В принципе-то. Я думаю, что до завтрашнего дня меня вряд ли скинут так сильно. И мне придется меньше потратить этих откатов, чтобы обратно вернуться на свою позицию. Понимаешь, в чем дело? Так, давай-ка мы посмотрим, куда она сейчас забросит. Если будет где-нибудь так 85-е Мстечко, будет хорошо. Ну-ка. Отлично. Так, ну что. Мы с тобой продолжаем нашу эпопею. Возьмем с тобой Вивана. Наверное, да? Хотя. Нет, ребят. Нет, хотя ладно. Просто меня немножко смутило здесь майки. Видение. А потом я подумал, подумал. Да и черт с ним, с этой майки. Видение. Да, возьмем, наверное, с тобой вот так вот. Все равно последний у нас персонаж отыгрывается. Так что... Вряд ли этот майки здесь кого-то уложат с одного удара. Не получится. Не хватит у него мощей. Так, ну что, Саги крутит-вертит? Совсем неплохо. Вот единственное, что Рокстеди. Ага, вот именно он и выжил, да? Так. Молодец, Карайка. Все-таки она его ушатала. Потому что у нее было два удара. Так, ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. 76-я, да, будет позиция? Ага, 75-я. Ну что, и у нас последний с тобой заключательный бой. Берем, наверное, с тобой... Так, подожди-ка, обновить можно? Я возьму, наверное, Дживса. Раз, два. Возвращаем этих и... Стоп. Стоп, 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 стоп. У нас, получается, с тобой тогда еще будет один бой. Еще один бой. Потому что слишком много персонажей остается. Я не хочу их, как бы, в один отряд ссывать. Так, у Саги крутит. Ну, в принципе, неплохо. Это будет, наверное, добивочный. Отлично. Ну, а вот теперь действительно будет заключительный поединочек у нас на арене. Сейчас мы глянем, куда. 65-я или как? Да. 10 ступенек. Ровно мы с тобой пролетаем. И здесь я возьму... Даниэлу. Так. Рафаэль. Крис Брэдфорд. У Саги плюс Леонардо. И последний, кто у нас тут будет, это... Шреддер. Шреддер классика. Отлично, ребята. Ну что же, давай. Поехали. У Саги начинает. Так, вырубает свою мясорубку. И я надеюсь, Леонардо все-таки всех добивает здесь. Ага, Дони выжил. Но это не беда. Ну что, это был наш последний бой на арене. Сейчас посмотрим, куда мы переместимся. Я думаю, где-то 55-е, 56-е место будет. Ну-ка. 55-е. Отлично, ребята. Ну, грубо говоря, в полтинничке мы с тобой, да? Так, здесь ничего нет у нас. И мы с тобой смело идем на испытания. У нас тут с тобой Супер Шреддер. Подожди к секунду. Супер Шреддер. Ага, ребят, я немножко ошибся. На турнирной арене у нас с вами разыгрывается У Саги. У Саги мне не нужен вообще никак. Мне нужен именно вот этот Супер Шреддер. Блин, а как вот его... Ребят, ну фармить, это... Это бесполезно. Блин, неделя, конечно, меня немножко расстроила. Если бы у меня были бы, например, телепорты, я бы мог потратиться и неплохо пофармить. Опять же, шанс маленький, да, что тебе выпадет именно Супер Шреддер из всего выбора. Я помню, как-то там 3 или 4 дня пробовал его нафармить, и у меня вообще ни одного ДНК не выпало на него. Понимаешь? Так что это рандом. Он никогда не определяется, ребят. Его трудно определить или что-то там загадывать. Так, ну что, Шреддер. Этот Шреддер, как ты знаешь, у меня прокачан полностью, поэтому он как бы особо нам не нужен. Нам уже нужен, естественно, Супер Шреддер. Так, поехали. Тут пока все у нас легко и на изи. Тут 50 уровень. Этого, я думаю, мы с тобой тоже сейчас защелкаем. Так, отлично, почти добили. Готов. Так, и еще один Супер Шреддер. Чернее, чем был... А, нет, тут не такой темный. Это в следующем бою будет Супер Шреддер такой весь темный какой-то. Ну-ка, пробивной, если сделаем. Оу. Тихо, ты че чудишь тут? Ничего себе. Так, ребята, это опасно Донателла с собой брать. Смотри, у него сколько зарубий он оставил. Маловато. Разве такое должно быть? Ну, в принципе, Донни, да. Самое слабое звено у нас здесь получается, именно в нашем составе. 80-й все-таки уровень. Ну что же, а вот у нас и Супер Шреддер здесь разыгрывается. Так что давай аккуратненько. Смотрим за Донателла. Может быть, даже нам придется с тобой дополнительную защиту поставить. На всякий случай. А он кого? Он, наверное, его сейчас и будет бомбить. Да? Он целенаправленно начинает бомбить Донни, потому что тут слабее, естественно. Хотя у него 50-й уровень. Куда он там, я не знаю, ребят, бочку катит? Так, и вот он, черней смули. Ну, давай вот так вот сделаем. Может, кританем. Ммм, неплохо. У него вещь тоже отложенная смерть, оказывается. Ага, ну что же. Сейчас у нас будет самый злобный Шреддер, естественно. Воскрешенный. Давай, вылази, партизан. Тоже 50-го уровня. Естественно, мы его быстренько с тобой сейчас разберем. А, он 60-го. Так, вертушка пошла. Замечательно. Так. Понизил атаку, да? Моему Рафаэлю. А давай-ка мы тебе валуном сейчас в лобешник. Понравится тебе это? Понравилось. Все. Откуда он вылез, туда его и забрали. В преисподнюю. Нечего было выпендриваться здесь. Но, опять же, повторю, это 60-й уровень. Только лишь. Дальше будет 70-й, потом 80-й. Но, 3 ДНК мы с тобой все-таки получили. Так, здесь, опять же, 3 ДНК тоже разыгрывается, ребята. Но я уберу, наверное, все-таки Донателло отсюда, потому что не хочу рисковать. Пойдем, как говорится, без него. Так, здесь, опять же, 3 волны. Активирует хил. И защиту. Поехали. 50-й уровень. Ну, здесь мы его пробьем. Тут, понятное дело, ребята, ему ничего не светит. Так. Добивочный. Ага. Переходим с тобой на вторую волну. Так, здесь уже, наверное, можно... Хотя нет. Потом сделаем с тобой уклоняшку. Так, он врубает... Авто отхил, да? Плюс... Защита. Ну-ка, давай-ка укусим его хорошенько. Честно говоря, я думал, что он упадет. Так, ну и все. Опять у нас с тобой воскрешенный супер-шреддер. Зомби-шреддер, я так его назову. Так, ну давай-давай, вылази быстрее там. И что там кочеврежется? Он такой мутант, да, ребята? У него вот этот вот элемент его брони. Вот эти вот шипы, да? Шлем. Въелась в его... Ну, кожу. Я не смотрел мультик, на самом деле. Может быть, он... Как-то сказать, мутировал так сильно. Во-первых, мы с тобой поставим уклонение. Это раз. Начинаем пробивные всякие наши супер-мощные атаки. Четверть-клепы отняли. Ага, видишь, что делает? Убрал, да, с нас? Все бафы, которые мы с тобой вишали. Тогда лоббишек его валуном. Хм. Давай попробуем апперкотик. Замечательно. И добить. Добить его надо. Майки. А, постепенный урон его уничтожил, ребят. Все, короче, забрали его обратно в преисподнюю. И мы с тобой получаем 3 ДНК на супер-ширдера. Итого уже получается у нас 6. Маловато будет, если честно, маловато. 6, да? Тут, по-моему, 4. 4. И тут 4 должно быть. Так, 6 плюс 8. 14, да, получится в общем количестве? Блин, мало как-то. Так, активирую свой хил. Там какой у него уровень? Ага, 60. Пока не буду я здесь ничего применять. Я думаю, что не стоит делать этого. Надо сейчас быстренько его разобрать. Ну-ка. Молодец, Ромагуша. Сделал добро. Так, этот еще сильнее будет у нас. Ммм, давай-ка мы с собой сделаем вот так вот. Усилим атаку всем нашим персонажам. И будем его уже потихонечку бомбить. Не хватает сюда Усаги, да? С его возможностью повесить вторую атаку. То есть, двойной удар. Что, что, что? В кого ты бросил? О, в Майке. Так, отлично. Ну что же. Блин, кстати, очень плохо, что у Майки сейчас столько здоровья. Я уклоняшку-то не успел, по-моему, поставить, да? Он же первым будет ходить. У него инициатива офигенная. То есть, он, скорее всего, либо сейчас скелета своего вшива бросит, да? Либо сделает массовый этот... Антибаф, можно так называть, да? Он снимает все бафы, дебафы. В общем, все. Так, хиляться я пока не буду. Давай сделаем вертушку. Да, что-то как-то нехти... Вот, 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 начинается у него кручение. Так, нам нужно с тобой, наверное... Нам нужно будет хильнуться. Так, валуном в лоб. Так, блин, а почему я не могу... Я беру провокацию тогда уж. Теперь делаем с тобой уклонение. Так, и теперь хиляемся. Все, ребята, отлично. Промахнулся. Ну, давай, Майки. Что ж так слабенько-то? Постепенно урон повесили. Добьешь? Ну, Лео добьет. Ну что же, главное, мы с тобой получаем еще 4 ДНК. На этого супер-шредера. И это круто, на самом деле. Остается последний у нас поединок. Вот, я не знаю, стоит ли мне брать с собой Донателло сюда. Я знаю, ребята, что он погибнет. Но он будет как отвлекающий маневр. Или все-таки попробуем сами справиться. 90-й уровень, блин. Не шуточки-то довольно-таки. Он там будет бомбить. Но все-таки мы с тобой полностью проходили до этого испытания. Так, короче, мы с тобой бережем все наши супер-удары именно на последний бой. Все эти уклоняшки и тому подобное. А здесь пытаемся справиться просто своими силами. Будет очень-очень сложно. Но так нужно, поверь. Ага, хорошо. Сейчас мы его прижучили. Так-так-так, тихо-тихо, Майки. Не падай. У Майки двойная атака. Так, и добивочно, надеюсь, от Лео. М-м-м. Ой-ой-ой-ой, вот это плохо, ребята. Это плохо, нам придется с тобой хиляться. Нам придется с тобой хиляться в обязательном порядке. Иначе упадем. Иначе мы с тобой упадем. Что, брать провокацию мне придется? Друзья, другого лента я пока не вижу. Так, теперь хиляемся. Хил еще остается у Леонарда. Так, поехали. Сейчас он баф сделает на себя. А нет, смотри-ка, не стал он баф делать. Но замедлил зато Рафаэля мне. Давай ему атаку снизим. М-м-м. А вот и баф. И баф у него довольно серьезный, ребята. У него от хил будет сейчас офигенный плюс. У него обалденная сейчас врубилась защита. И мне придется что-то делать, ребята. Пробивать его как можно быстрее. Ничего другого не остается. Только вот так, ребята. Видишь, хиляется как. О-о-о, опять врубает фигню. Ай-яй-яй, ты посмотри, что он творит. Ты посмотри, что он творит. Блин. Ну придется, ребята, придется активировать. Не хотел. Видит бог, не хотел. Но другого варианта не вижу. Так, и хиляемся. И то не хватило. Ты посмотри. И то не хватило нам с тобой захиляться. Вот так вот, ребята. Блин, сколько он себе здоровья устанавливает, а? У шлепок. Ты посмотри. Блин. Ай-яй-яй. Наверное, не успею, да? Не успею, ребят. Он сейчас будет отхиливаться, отхиливаться. О-о-о. Все-таки надо было мне брать в нашу команду Дони. Так, ладно. Была-не была. Делаем укус. Майки в любом случае погибнет. О-о-о. Что это было? У него, оказывается, отложенная смерть. Еще и броня. Откуда он это все берет? Что за дела? Я не понял. Эй. Я, ребят, не знаю. Втроем сможем ли мы здесь с тобой разрулить ситуацию без хила, без еще одного? Мне не важно, ребят. Главное, нам с тобой его победить. Мне нужны эти четыре ДНК. Вдвоем один останется. Меня это уже как-то мало колышет. Главное, должны... Блин, и самое, знаешь, что плохое? Что у нас с тобой нет уклонения, потому что Майки погиб. Возможно, даже придется Майки переигрывать. Ничего здесь страшного и зазорного нет, уж поверь. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Что так мало-то? Вот. Вот Лео сейчас бомбанул, так бомбанул. Так. Ребята, повышаем атаку. Смотри, что делает, а? Ужасные штуки делает он. Так. Сможем снизить ему. Смогли. Мы снизили атаку ему, ребят. Делаем ртушку. В кого? Блин. В Рафаэля бомбит, ребят. Давай просто атаку сделаем. Можно, конечно, хильнуться. И это, наверное, нужно будет сделать. Друзья, это нужно будет сделать. Так, укус. О, постепенный урон. Но он выжил. Упал. Все, друзья мои. В принципе, моя цель на сегодня выполнена. Я хотел получить 4 ДНК. Я получил. На 3 звездочки я даже не собирался здесь проходить. Хотя можно, если заморочиться, пройти и на 3 звезды. Но, как я тебе уже и говорил, фармить у меня нет возможности. Потому что не хватает телепорта. Конечно, хотелось бы ухватить 5 ДНК, ребят. Кому бы это не хотелось. Ну, давай вот один разочек попробуем. Ну, еще один. И еще один. И последний. Все, сыр кончился, ребят. Вот так вот. Блин, а я же сюда хотел сейчас ходить. Ну, ладно. Сходим с тобой тогда сюда завтра. Ну, что. Давай посмотрим, сколько у нас с тобой ДНК вообще на Супер Шреддере. Так, ну, что, друзья мои. 80 ДНК. 80. Слушай-ка, кстати. Нам остается всего лишь 20 ДНК добыть. И он будет фуловым. То есть, потом мы его переводим в платину и все. И готов, хлопчик, вступить в наши ряды. Блин, ну я за эти выходные вряд ли смогу набить, извини меня, 20 ДНК. Это нужно, чтобы тебе выпало. Четыре раза по 5 ДНК. Это такой шанс маленький. Так, извини меня. Помимо шанса, еще телепорты нужны. А у меня их совсем нету. Да. Как не грустно это осознавать, но вот так вот, ребята, получается. Ну что же, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи!